Это история о двух братьях, Альберте и Николая Чебуренко, из села Кицканы, Приднестровье. 12-летний Алик, так ласкового Альберта называют родные, и 10-летний Коля, обычные ребята со своими мечтами и большими планами на будущее. Когда я вырасту, я хочу стать фермером, убирать на комбайнах, ездить на тракторах, ремонтировать их, потому что мне нравится эта техника. Когда я взрослым стану, буду делать дома, чтобы люди жили. Ольга и Сергей поженились в 2000 году. Через два года в молодой семье родился сын. Альберт был здоровым ребенком, развивался, ходил в детский сад, а затем в школу. Однако с годами родители обратили внимание на то, что ребенок стал быстро уставать, часто падать и медленно передвигаться. Альберт уже ходил на носочках. Не полностью наступал на стопу, а на носочках ходил и очень часто падал. Родители забили тревогу, бросились к врачам, но сразу диагностировать заболевание они не смогли. И только после того, как родился второй сын, Николай, у которого стали проявляться те же симптомы, что и у старшего брата, ребятам поставили диагноз – прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена – миопатия. Мы проходили обследование в Кишиневе, это называется электромиография. Это через компьютер мышцы определяют. У Альберта эта болезнь подтвердилась. И нам доктор спросил, есть ли у меня еще дети. И я сказала, что есть тоже мальчик. И доктор мне сказал, что 90 на 90, что тот мальчик тоже болен. И мы привезли Николая. И он тоже прошел эту электромиографию. И он сказал, что Николай тоже болен. Очередным ударом для семьи стала потеря отца. Сергей погиб. Поддержку Ольге и детям оказывают родные и близкие – родители Ольги. Родные мальчиков борются с болезнью уже более 4 лет. Несколько раз в год ребята проходят курсы лечения в Республиканском отделении реабилитации для детей-инвалидов. В течение года они проходят по 3-4 курса лечения реабилитационного. Заболевание это относится к очень тяжелым заболеваниям. Наследственного такого характера передается через родителями, у которых имеется нарушение в 21-й хромосоме, которое приводит к прекращению синтеза белка. Дистрофина его недостаточно, и поэтому начинает развиваться вот эта прогрессирующая мышечная дистрофия. Проводится комплексное лечение, главным образом в сочетании медикаментозной терапии, лечебной физкультуры, массажа и ортопедической помощи. Все эти меры направлены на поддержание силы организма, задержку прогрессирования патологических изменений и борьбу с деформациями тела. По словам врачей, несмотря на все принимаемые меры, заболевание прогрессирует, причем в несколько раз быстрее обычного течения болезни. К основному заболеванию у детей прибавляются и другие осложнения со здоровьем, появились проблемы с сосудами. А ввиду того, что ребята постоянно находятся либо в сидячем, либо лежачем положении, стремительно снижается подвижность суставов. Мальчики уже не в состоянии самостоятельно переворачиваться на кровати и садиться. Едят пока сами, но ложку держат с трудом. Каждый день это борьба за выживание. Заболевание тяжелое, потому что оно очень быстро бездвиживает человека. Отмечается бездвижность, слабость и быстро теряются навыки. И дети вынуждены находиться в вынужденном положении или в кресле, или в кровати. Практически им необходима все время посторонняя помощь для того, чтобы хотя бы перевернуться на бок во время сна. Все время нужно присутствие взрослых. Наряду с лечением методами традиционной медицины, семья рассматривает и другие методики оздоровления для того, чтобы помочь ребятам. Год назад был приобретен трехмесячный курс оздоровительной продукции и приборов от компании Тяньши. По словам Ольги, в течение приема курса наблюдалось замедление прогрессирования болезни. Родные и близкие мальчиков благодарны лидерам компании за огромную благотворительную помощь в виде продукта, который уже дал результаты. И за то, что у мальчиков появился шанс. А также заранее благодарят за посильно оказанную им поддержку и помощь. Я бы хотела обратиться со словами о помощи, чтобы моим деткам помогли, чтобы они могли передвигаться, чтобы они могли ходить, чтобы они все могли сами делать. Родин! У меня была коляска на аккумуляторе, там был джойстик влево-право-вперед-назад, управлял нею. Потом она сломалась, коляска, и ее не могут теперь сделать. Я мог сам ездить, как будто хожу сам. Мог с комнаты в комнату ездить, вот как будто я сам хожу. В настоящее время мальчики находятся на домашнем обучении. С помощью педагога на индивидуальных занятиях осваивают школьную программу. Так, это у нас какая буква? Они необыкновенные дети, очень хорошие. Очень хорошие. Я не видела такой заботы о таких детях со стороны семьи, всей семьи. Положительно все. Поэтому так бы хотелось, конечно, помочь этим детям, хоть, может быть, кто-то найдется какой-то спонсор, который может помочь или за границей, или где-то на западе, или на востоке, за границей, где-то изучить даже, может быть, на самых таких, может быть, только начинающихся методах, может быть, попробовать данным детям. Очень бы хотелось, конечно, улучшить их состояние. Потому что мы любим очень этих детей, и мы страдаем вместе с ними. Это все снято для того, чтобы этим ребятам помочь хоть чем-то, хоть продлить их существование на этой земле и хотя бы научить их ходить по-новой, как они раньше ходили. Может, где-то в других странах, в других регионах есть медики, есть какие-то нетрадиционные методы, чтобы их вылечить. Вот с этим вопросом мы сдаемся и обращаемся к людям, чтобы мы могли помочь нашим мальчишкам стать на ноги по-новой. Старший мальчик уже прочитал все по интернету, что ждет его с этим заболеванием. Он практически знает, до какого возраста может дожить. И тем не менее, вы видите его такое понимание и какая-то уверенность, что ему все-таки могут помочь. Он постоянно спрашивает, ну неужели медицина не может ничего сделать, чтобы мы жили. Альберт с Николаем верят, что в мире есть способы и люди, которые помогут им воплотить свою мечту – заново ходить.